Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. Как вы знаете, я с огромным удовольствием катаюсь на моноколесах, электросамокатах. Скоро будет обзор моноколес. А пока же мне привезли на тест относительно недорогой самокат, который, я скажу, что он, наверное, лучше даже самоката от Xiaomi. Ну, чтобы так сказать, надо поставить их рядом. Ну, судите сами. Во-первых, ценник. Этот самокат HX-X7 называется модель, которая, кстати, продается также и в Европе. Точно такая же, как и в России. Стоит сейчас, когда я снимаю обзор, в мае 2019 года, 20 тысяч рублей. У него больше аккумулятор. Мало того, у него съемный аккумулятор. То есть можно купить дополнительную аккумуляторную батарею, бросить в резак. Она заряжается также от зарядки. И когда это сядет, поставить другую. У него выше скорость до 30 километров в час. У него лучший свет. У него, в отличие от обычного первого оригинального самоката от Xiaomi, есть полноценный дисплей. Здесь показывается скорость, заряд аккумулятора, но давайте же поговорим о нем, не скатываться в сравнение. Хотя так и хочется это сделать, потому что самокат от Xiaomi я достаточно хорошо знаю и делал обзоры на него два раза. И проехал на нем, ну, где-то километров, наверное, 150 в общей сложности. Итак, погнали. Первое, что об этом самокате хочется вам рассказать, это то, что, как ни странно, просто накат, если даже самокат выключен, толкаться ногой мне показалось на нем несколько легче, чем на других самокатах, которые я тестировал. Может быть, это не так и важно. Возможно, вы на таком самокате ни разу так и ездить не будете. Но, по моим ощущениям, просто пару раз, столкнувшись ногой, ты едешь несколько дольше, чем на других самокатах. Второе, что меня удивило, этот момент больше такой, не знаю, насколько он важен, но он хорошо сбалансирован. Когда я его поднимаю, он не качается, не заваливается. То есть, вот я держу на одной руке, весит он 11,5 килограмм. Он ровный. В остальном, самокат, в принципе, имеет такие стандартные характеристики. Да, кстати, в сравнении с Xiaomi здесь на 100 ватт больше мощность двигателя, мотор-колеса. Там 250, здесь 350 ватт. И я это ощущаю, потому что, когда я катаюсь по одним и тем же местам, в районе, где живу, то относительно такая небольшая горочка, небольшая, действительно, в большую меня он не потянет, я тяжелый, большой. Он меня тянет. Xiaomi меня там не тянул. Но, опять же, нужно сравнивать, ставить их рядом. Итак, характеристики. Емкость батареи 6500 мАч. И имейте в виду, это не как в телефонах, здесь вольтаж просто другой. Собственно, скорость развивает этот самокат до 30, я смог со своим, я вешал около 100 кг, смог выжать из него 25 кг ровно, не больше. Дальность хода от такой батареи составляет до 30 км в час. И еще раз напомню, батарея съемная, вытаскивается легко, зарядили, поменяли, едем дальше. Колеса 8,5 дюймов, они, разумеется, покрышки надувные. Притом, самокат мне прислали на тест в такой достаточно хорошей, кстати, коробке, хорошо упакованной. Они уже были очень сильно надутые, даже несколько можно приспустить. Наверное, с запасом сделано во время транспортировки, чтобы не сдувались. Но вот они были у меня прям накачаны очень сильно. И если вы немножечко подспустите колеса, то, конечно, также регулировать будете, насколько более плавный ход его будет. С более накачанными по асфальту, конечно, ехать лично мне интереснее. Тормоза дисковые, тормоза мне тоже понравились, тормоза очень хорошие, ничего не нужно крутить, сразу как-то все очень хорошо. Есть звонок, обычный звонок. И, конечно, ручка газа. С ручкой газа тут особая ситуация получилась, довольно-таки интересная. То есть сам курок газа, он, в принципе, нормальный. Он из приятного пластика, такой, знаете, мягкий пластик. Вот именно тот. То есть это не какая-то пластмасса безлика, пользоваться удобно. Но сначала я не понял. Еду, он начинает пищать. Отпускаю, я думаю, это режим, знаете, такой режим есть, круиз-контроль. Но оказалось, это не круиз-контроль. Просто отпускаешь курок газа, пальцем тебе больше не нужно тянуть. И съедешь спокойно. Но он увеличивает скорость, продолжает. То есть это сделано, не знаю, это хорошо или плохо. Кому-то понравится, кому-то нет. Но суть в том, что просто ты разогнался. Если ты держишь без перерыва курок газа, держишь, держишь, раздается зуммер, звук. И его просто отпускаешь и едешь дальше. Конечно, мы можем либо на тормоза нажать, либо на курок газа, и скорость тогда будет сбрасываться. Что касается ручек, вопросов к ним вообще не возникло. Это приятные такие грипсы, как они правильно называются. Они привинчиваются на резьбе. Единственное, что мне не понравилось, ребят, конечно, я ожидал чего-то более другого. Но, опять же, если вы снимать не будете, здесь такая веревочка стрёмненькая, честно говоря. И вот когда обратно их вкручиваешь, чтобы ее просто не перерубить резьбой, нужно очень аккуратным быть. Но это, наверное, единственное, что мне в самокате не понравилось, честно говоря. Я бы предпочел какие-нибудь либо стальные тросики, либо что-то такое, чтобы эти ручки притягивало. Но ручки, то есть, снимается. И еще один момент. Чтобы снять левую грипсу, на которой тормозной собственный механизм, звоночек, вам нужно с собой шестигранник иметь, который у вас в комплекте. Потому что просто так вы уже грипсу не отвернете. Поэтому либо ручки не снимайте, либо, если снимаете, носите с собой шестигранник. В остальном, по качеству самоката вопросов у меня не возникло. Он у меня, правда, не так давно. Шли дожди, я не успел на нем волю накататься. Но все-таки рама и основание самоката полностью металлическое. Это алюминиевый сплав. Второстепенные вещи, на которые нет нагрузок, например, вот эта вот часть кожуха, она пластиковая, крыло пластиковое. Но в основном, конечно, это металл. Отдельно хочется похвалить фару самоката. Она, опять же, обещал не скатываться в сравнении с Xiaomi, но там мне, помните, если мы обзор смотрели, даже два, она не очень хорошая. Здесь есть огромный жирный плюс и маленький минус. Жирный плюс это то, что фара у этого самоката, она реально огромный пучок света. Дает метров на 6, на 7 вперед, если не больше. Достаточно далеко, видно все хорошо. Она классная. Минус какой? То, что она никак не регулируется, и она все-таки немножко слепит прохожих, потому что направленный поток света вот так идет. Даже при моем росте я ее отчетливо вижу. Задний габаритный фонарь, разумеется, также есть и работает как стоп-сигнал, если мы нажимаем на тормоза. Ребята, за 20 тысяч мне лично показался этот самокат очень интересным, достойным. Его основные плюсы, конечно, это цена. Второе, это то, что у него достаточно неплохой за эту цену запас хода. Притом батарея здесь, производитель особо это отмечает и пишет у себя на сайте, производство компании Panasonic. А Panasonic считается в электротранспорте как производитель очень хорошим. Хорошая батарейка, съемная при том. Хороший запас хода, хорошая, ну как хорошая, нормальная скорость. То есть легкий человек, весом там подросток или девушка, там, может разогнаться, я думаю, до 30-ки, как заявлено. Я не смог. 24-25 это максимум, что я из него выжил. Еще нужно учитывать, что здесь нет приложения на телефон, вся информация выводится на дисплей. О нем я уже рассказывал, повторюсь. То есть есть сам дисплей, есть скорость, есть заряд аккумулятора, включение-выключение, соответственно, фары также указывается. И, в принципе, наверное, это все основное. И еще отмечу, есть три режима скорости, включаются они второй кнопкой. Здесь две кнопки. Первое включение-выключение, вторая это вспомогательная кнопка как меню. Двойное нажатие, загорается фара, одинарное мы меняем режим. Первый, буковка D, буковка D красная. То есть первый маленький, второй там до 15-ти и третий до 30-ти, как я понимаю. И еще, чтобы начать движение, нужно оттолкнуться и потом поехать. На мой взгляд, это сделано для того, чтобы дети маленькие случайно не нажали курок газа и самокат никуда не поехал. В принципе, на этом у меня все. За свои деньги, мне кажется, очень интересной покупкой. В любом случае, решать вам ссылку, где купить, я оставлю. А я же не прощаюсь, а как всегда говорю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. Данных выпусков с уважением ко всем, Давид. Счастливо!